в начале играет еще до начала игры было известно что типа вступить в игру могут неполные экипажи а закончить прийти к финишу должны полные сто процентов те которые будут неполные они будут дисквалифицированы в разделении денег принимать части не будут александр александр механик я хочу задать вам вопрос у нас сейчас из этой команды очень много ремонтов какие у нас купили на ремонт как часто заезжают 657 простоял ремонт реально очень много мы двое суток собирали на ремонте а вы почему потеряли двое суток но у нас день был в ольво центре тракта а потом приехала ночью на базу ночью не стали делать он до утра простоял вот как можно с такими ремонтами саша выиграть игру макс все за коварные мысли у тебя я просто переживаю слушай последний день здесь уже практически финишная прямая да 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 сто пуду да я поэтому как бы он переживает а вот эти всякие пересчеты там там не до счета у меня там а я здесь как тут как бы но я считаю так если не работает навигация это минус начальнику колонны по на вот у меня не работала на 153 навигации в этом наверно мне минус потому что она не работала мы не переживайте в этом плане дамы и учитывая все посты которые у нас присутствуют в игре по крайней мере стараемся потому что это было изначально не заложено но мы добавляем процессе игры только что прошли две видеоконференции макса начальника колонны со своими двумя командами значит с фиксиками из камазяками с тоналистами авантюристами уже было в воскресенье была такая же видео встреча теперь еще с этими двумя все хотят дополнительных баллов и это возможность для них их заработать на видео встречи ну как и воскресенье собственно обсудили там какие-то текущие проблемы обсудили способы заработки дополнительных баллов в общем все до конца игры тут осталось как бы три дня они там прям дергаются макс переживает постанов спрашивает чё как дела какие проблемы выгрузки загрузки и был кстати один интересный момент как выяснилось у команды камазяки по-моему вчера ли позавчера была ситуация когда машина на выгрузке простояла очень долго там что-то почти целый день потому что не было экскаватора чтобы разгрузить это артем сообщил эту информацию это представитель команды с которым мы снимали ролик с юрцом 40 рус макс на это сказал следующее когда этот водитель стоял он как бы когда узнал об этом начальник колонны максим он с водителем связался и предложил ему самостоятельно найти экскаватор может быть там каких-то денег предложить там не о небольших деньгах то собственно речь я думаю что в пределах тысячи рублей даже может быть 500 предложить может каких-то денег чтобы его побыстрее разгрузили чтобы он не простаивал чтобы он не не стоял не тратил время а ехал дальше работать зарабатывать баллы потому что ну его простой это потеря в баллах макс сказал что после этой информации водитель очень быстренько в течение пяти минут нашел водителя экскаватора договорился с ними через 20 минут его разгрузили он поехал опять на загрузку это вот кстати опять же о том мы в начале в самом начале игры мы это говорили победит в этой игре там самый проворный в любом случае и в том числе вот у водителей в начале игры было много вопросов типа вот мы здесь там долго стоим а вот мы здесь долго стоим и ответ был очень логичный и простой типа пацаны игра есть игра баллы есть баллы решайте эти вопросы сможете решить за заработаете больше баллов уйдете вперед выиграете не сможете решить отстанете заработаете больше меньше баллов проиграете и и вот это элемент игры в том числе начальник колонны дал совет водитель быстренько им воспользовался но Но лучше бы он, конечно, сам бы это сделал. Я думаю, было бы эффективнее для команды. Короче, все, я погнал в офис. Там, возможно, что-нибудь интересное происходит. Но это не точно. Кира, привет. Я хотел руководству поинтересоваться, типа, что там происходит в игре интересного? Может, какие-то новости, которые я пропустил? Но руководство в офисе отсутствует. Кроме Миши. А Миша не в курсе. Всем пискам пис. Всем пискам пис. Каких-то игровых ситуаций. Три дня игры осталось. В офисе скучно, поэтому поеду, я съезжу в Хлюпино. Вдруг там весело. Не столько раз. Вот это вот вообще офигенная штука. Я не понимаю, как так. Я первый раз в жизни такое вижу. Научный 19. Научный 17. Как так? Как одно здание может стоять на другом? У них может быть два адреса. Видимо, может, растут так. Кстати, раз уж я еду в Хлюпино, значит, я смогу взять там омывайки. Она у меня опять закончилась. Сначала с омывайкой, а потом к пацанам в офис. Вот, тут что-то какие-то активные работы происходят прямо. Походу, да, здесь. Хренушки мне, а не омывайке. Нет ее, закончилась на складе. Так, раз омывайка уж фигушки, придется покупать за свои деньги. Заглянем-ка мы к пацанам в гости. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово, всем. Причем у нас. Слушай, ну нужно было заказать. Ну, куртка ведущего, это важная штука. Че, Макс, есть что-нибудь интересное? Нету, Серега, нету пока. Все, что только сегодня обсуждали. Да, текучка. Рассуждимый, пока нет. Можно результаты вчерашнего объявить, да? Сразу по командам. На последнем месте идут фиксики 10,3 за вчерашний день. Чип и Дейл 11,0. Это Питер, детка, 13,7. СПБ Михаила Де, 14,5. Следующие две команды сразу по 16 баллов ровно у них. Тещины Звери и Скобари. И тройка лидеров. Третье место у нас Камазяки. Второе место за вчерашний день Крепкие Орешки. Первое место за вчерашний день Тонористы и Вантеристы, 22,8. А Крепких Орешков 18,5. Так, короче, ладно, сейчас Димон придет, у меня к нему есть пара вопросов. И он вроде хотел со мной об чем-то пообщаться. Да, хорошо. Мы завтра уедем? Вот так, сейчас мы с тобой все решим. Как твои команды-то, что у тебя происходит? Скажи хоть. Что происходит? Борьба у нас идет за деньги. Ты вчера, говорят, провел встречу онлайн, да, со своими? А, вчера, да, проводил. Вчера, я думал, ты чего. А что ты меня не позвал? А нужно было администратор. Администратор сказал, что меня не надо. Я спросил у нее, кто должен быть. Они говорят, добавь меня, это достаточно будет. А у тебя кто? Орешки. Овери, течи. Орешки вроде как там на втором месте идут, плотненько прям, да? Ты свои-то баллы считаешь? Свои, которые ставлю ты, Миша? Ну, не, вообще свои, как начальника колонны. Ну, я общий баллы смотрю. С Максом деретесь за баллы? Не особо. Так, ладно, окей, давай завтра, завтра, завтра. Ну, короче, ты мне точку дашь, я подъеду. Часико к 11, наверное. Там далеко до 10? Я все квартиры буду объезжать. Не только командные, а вообще все. Окей, я тебя понял. Хорошо, значит в 9 буду, раз так надо. Короче, на сегодня это все. Если войдите с открытой категории Е, там в описании все ссылки. Ссылка на сайте, можешь оставить заявку, и те тебе перезвонят. Там телефон, по которому ты можешь сам перезвонить в отдел подбора. Приходи работать, работы полно, платят, нормальные условия, хорошие. Все, до свидания, братан. До свидания, братан. До свидания, братан. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok